16 мая в Молодежном информационно-аналитическом центре по инициативе Волгоградской организации Клуб Деловой по Волжи прошел круглый стол по теме ЖКХ и современной реалии. Депутат Волгоградской областной думы Сергей Попов отметил тот факт, что в Волгоградсе пассивны. Все преимущества в принятии решения отдали управляющим компаниям. Несмотря на это, жильцы имеют полное право требовать с них отчеты по финансово-хозяйственной деятельности. Я могу сказать, что жители не приходят на общее собрание. Управляющая компания проводит якобы общее собрание, на котором утверждается условие договора управления. И в этот договор управления, который жители никогда не читали, никого нет, они прописывают, что якобы жители на этом общем собрании делегировали им заниматься рекламой, размещением и по их усмотрению тратить деньги. Ну, это факт есть. То есть, вот это немножко инертность и пассивность населения, то есть вы этим же управляющей компании в руки отдаете. И получается, управляющая компания, то есть договор управления, который прописывает, видите, мне жители, вы же дали мне разрешение, чтобы я вашей рекламой занимался, тратил на свое усмотрение. Вот поэтому вот у нас, который митинг в 28-м проходил, и там представители думал, что это выступали. Одно из обращений, требований было в адрес нового наших властей, чтобы правовое дело разработали единый договор управления. То есть, да, чтобы он был все-таки больше в пользу потребителям. Наши граждане сейчас пока еще не готовы быть настоящими собственниками. У нас всех такими сделали, потому что приоритизация 91-го года, сказали, все, ребята, это либо два варианта. Либо вы получаете в собственности эту квартиру, это жилое помещение, либо мы сразу заберем по себе. Естественно, все согласились, все приоритизировали. А теперь сказали, ну все, теперь это ваша собственность, теперь это ваши дома, занимайтесь, содержите их как хотите. И наше сознание ничего не перестроилось, то есть все мы считаем, что нам кто-то должен что-то сделать и так далее. На самом деле нужно быть гораздо более активными, нужно с той же управляющей компанией работать, обязательно с ней контактировать. Тем более, что правильность, как и говорит, есть нормативный акт, позволяющий гражданам в собственных помещениях выяснять, куда наши деньги тратятся, как они расходуются и контролировать дальнейшую. Сергей Попов заявил, что управляющих компаний необходимо забрать функцию посредника в оплате жилищно-коммунальных услуг, а волгоградцев подталкивать к прямому заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями. Уже подготовлена законодательная инициатива, сейчас она находится в правом отделе. По вопросу того, мы выходим в Федеральную и Государственную Думу с инициативой о том, чтобы управляющей компанией забрать функцию посредников, чтобы жители, как раньше, напрямую платили ресурсоснабжающим организациям. Политолог Сергей Вовченко также поднял вопрос роста тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В 1 июля начинается эпоха повышения тарифов на ЖКХ. У меня вопрос такой, известно ли сейчас, насколько будут повышаться тарифы на ЖКХ, или в том, есть ли тот предел, на котором они будут повышаться? Смотрите, к сожалению, надо признать, что у нас увеличение тарифов, я считаю, странно это с улицы с односторонним движением. Что у нас не происходило, какая инфляция у нас не была, у нас всегда тарифы растут. Даже есть такие примеры, когда, например, у нас инфляция составляла, например, 9%, а тариф почему-то увеличили на 13-15 в годе предыдущих годах. К сожалению, пока тенденция идет только на увеличение. Ну, к сожалению, что касается, надо признать объективное начисление всех этих тарифов, увеличение, то есть это у нас монополия, монополисты, которые диктуют свои условия. Большинство все это акционированные общества, у которых в первую стоят прибыли, и все прекрасно знают, и такие они показывают дивиденды, получают это. То есть те моменты, что непрозрачные, я считаю, да, и то, что потребитель в этом не участвует. Все участники круглого стола отметили, что жители не знают своих прав и не умеют отстаивать их в споры с управляющими компаниями. Жилищное просвещение может решить эту проблему. Проблема в том, что многие жители Волгограда не могут найти нигде свою тактику поведения, как решить эти проблемы. Вот, допустим, в Питере, в Самаре есть сайты, где люди сидят, обсуждают все такое. Допустим, есть такие известные, Росяма, Росраспил, да? Может, вы встанете у руля и создадите в Волгограде, а потом и на всю Россию, сайт, связанный с ЖКХ, с примерами решений и план действий. Общественная организация, которая его вглавляет, это Волгоградский потребитель, который уже в течение пяти лет занимается защитой прав потребителей в сфере ЖКХ. В плане информационного, ну, я считаю, мы там многие вещи выстроили, то есть мы взаимодействуем с печатными сми, у нас там постоянные рубрики есть. У нас есть авторская телепередача на «Россия 1. ЖКХ. Ваши права», на «Радио» у нас в России также идет передача. И вот сейчас мы к тому пришли, что много больше идет, что все-таки нужно нам создать свой портал, где мы это все будем отслеживать, информировать, где главная основная функция будет, чтобы была налажена обратная связь. С моей стороны, у нас сейчас в течение лета мы занимаемся, портал такой будет сделан, готовы тоже взаимодействовать, потому что мы понимаем, что СМИ надо освещать, то есть пришли к тому, что СМИ сейчас становится, ну, как информация для активных населения номер сейчас один.